Всем привет! Вы на канале Политический новостник. Приятного просмотра. Почему Жириновский слил фургала? Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Владимир Вольфович крепостью позиции и несгибаемыми убеждениями никогда не отличался. Переобуться для лидера ЛДПР всегда было что плюнуть. Даже еще проще. Взять хоть его зонт с досрочными выборами в Госдуму. Я это с трибуны скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной Думы, предвосхищая инициативу единоросса Александра Карелина, выпалил он журналистом перед пленарным заседанием Госдумы, судьбоносный день 10 марта, когда была принята поправка Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина. А вот уже на следующий день после недареоферин Дума, мнение Владимира Вольфовича на этот счет претерпело кардинальные изменения. Если есть желание, можно снова провести выборы в Думу, чтобы новый состав был, снова правительство сформировать. Но принятые поправки не заставляют нас это делать. Они приняты и все. Они уже будут учитываться в последующем. Следующее правительство будет знать, да и это будет знать. Сейчас, если министр уйдет в отставку какой-то, то уже следующий кандидат в министры будет нами утверждаться, а назначаться президентом после утверждения у нас. Теперь это будет уже по-другому, но для этого не надо отправлять в отставку. Это зависит все от председателя правительства, от президента. Но прямого указания или требования принятые поправки не предполагают. Перевел он стрелки на Михаила Владимировича и Владимира Владимировича, тем самым закрыв дискуссию, которую было открыл лидер справедливоросов. Этого, похоже, никто и не заметил. Что, впрочем, не мудрено. Все-таки разрыв между первым и вторым заявлением. Без нескольких дней треть года. А учитывая, как молниеносно развиваются нынче политические события в России. Начиная с 15 января, когда глава государства и объявил о конституционной недореформе, параллельно которой запустились разные трансферные процессы. Нехило так взболтнувшие систему, так целая вечность. Но вот ситуация с изменениями в избирательное законодательство. Она уже мимо глаз не прошла. Жириновский вилял хвостом, одобряя многодневное голосование, хотя всего несколько дней назад заявлял, что ему непонятно, как контролировать три дня на выборах. Мы не знаем, где будут находиться протоколы, иронично подметил секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. Владимир Вольфович даже не счел нужным прокомментировать столь резкую смену своей и всей фракции ЛДПР позиции. Видимо, полагая, что к таким трансформациям все уже давно привыкли и для оппозиционности достаточно декларативности, а все, что сверх, это уже из оперы дестабилизации политической обстановки и угрозы национальной безопасности, что традиционно приписывается Госдепу США, когда властям силами Единой России и ЛДПР нужно протащить очередной антинародный закон. Действительно, переменчивостью Владимира Вольфовича и, соответственно, всего корпуса ЛДПР никого не удивишь. Привыкли. Да и чего только не простишь за артистизм, с которым Владимир Вольфович все это преподносит. Но одно дело – законодательная парламентская кухня, от которой глубинный человек достаточно далек, и совсем другое – Хабаровский кейс, пусть региональный, но именно народный протест. Итак, что там говорил главный либерал-демократ страны, в день ареста на тот момент еще губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Надо. Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам конституция нужна. Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные. Сидите в высоких кабинетах и, как при Сталине, начинаете действовать. Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит, неистоствовал он с трибуны Госдумы. Более того, Владимир Вольфович не остановился на абстракциях, но раскрыл истинную причину задержания Сергея Фургала. Называют ему сумму. Говорят, что каждый год возят. И так по всей стране. Он не стал возить три года. Три коробки он не привез в Москву. Вот и все. Надо возить, надо дать. Ах, не даешь, такие честные девственники в ЛДПР. Вот, пожалуйста, в Лефортово. Это издевательство, это позор, в свойственной ему эмоциональной манере заклеймил Жириновский коррумпированную систему российской власти. И да, лидер ЛДПР не стал юлить и даже рассказал, что его уговаривали, чтобы народный губернатор с рейтингом выше президентского добровольно ушел в отставку. В общем, все секреты раскрыл. Ничего про запас не оставил. Но вот прошло несколько дней. Протест в Хабаровском крае начал набирать обороты. На должность согласовали фигуру Михаила Дегтярева, который, по словам политолога Станислава Белковского, произрастал под сенью влюбленного в него Владимира Вольфовича, и все. Главный либерал-демократ страны пошел на попятную, сливая того, за кого он еще несколько дней назад готов был покинуть стены Госдумы. Все решает одна команда, как и Хабаровск. Губернатор уже во вторник собирался приезжать в Москву писать заявление об уходе по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил, поведал он все с той же трибуны Нижней палаты парламента, по сути, полностью перечеркнув все то, что он говорил до этого. Так, по его словам, выходит, что о тех преступлениях, в которых обвинили Фургала, он не только был осведомлен, но уже и разговаривал с главным ФСБшником России. Надо полагать, готовил сделку с Кремлем, мол, обойдемся без уголовки, а взамен заявление об отставке. Так надо понимать слова Владимира Вольфовича. Правда, Кремль, по словам Пескова, и слыхом не слыхивал об этих планах Фургала. Хотя, с другой стороны, разве такой независимый и бескомпромиссный политик, как Владимир Жириновский, должен обо всем ставить Кремль в известность. Но в любом случае теперь уже ясно, что всей фракции за Фургала ЛДПР из Госдумы не уйдет, поскольку о его виновности Жириновский знал заранее. Теперь самое главное как-то подсобить, снова по определению Белковского, любимцу, чтобы не вылетел из Хабаровска, как пробка из-под шампанского. Своих не бросаем и не сдаем, принцип российских либерал-демократов. И от этого принципа не на шаг. Как убедительно нам свидетельствует пример с Фургалом. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи.